Салют, друзья, микрофономистерки, я и добро пожаловать в GTA 5 RP, где сегодня у меня для вас большой сюрприз. Угадайте, что находится в багажнике моей машины. Можете даже не пытаться это сделать, потому что в багажнике моей машины лежит связанный полицейский. Как дела, офицер? Дед, отпусти меня, дед, я родине служу. Всё, молчи. Нет. Не шуми там. Так, всё, закрываем багажник. Дед, отпусти. Вы, наверное, сразу спросите, чёрт побери, что у тебя в багажнике делает связанный полицейский? А всё очень просто. Как видите, сегодня я играю за деда, который 40 лет работал таксистом вот на этой вот ржавенькой машине. Много разных историй было, но вчера наглые копы Лос-Антоса отобрали у этого деда водительское удостоверение. Поэтому я решил похитить этого полицейского, чтобы отомстить. Эээ, здравствуйте, офицер. Добрый день, гражданин. Вы не могли бы мне помочь? У старика зрение плохое, у меня пилюли в машинке затерялись. Можете помочь достать? Да, конечно. О, спасибо, спасибо, сыночек, давай. Я вот не помню только, куда я их положил, вроде где-то в багажнике затерялись. Можете открыть его, посмотреть? Я без очков нифига не вижу. А, открыть. А, ключики, может, какие-то. А, да вот, это открыть я могу. Я просто думал, может, не попадёте там в замочную скважину. Ой, да нет, уже 40 лет открываю-закрываю, всё наизусть знаю. Так, ну, сейчас посмотрим, что у нас. Ну, там погуб же, главное, поищите, они могли закатиться далеко. Да, да, сейчас вот, я смотрю, у вас сумочка лежит какой-то чемодан. Так, пока офицерчик там ищет, давайте, быстро, быстро. Надо его связать. Так, всё, связали руки. Теперь надо запихнуть в багажник. Давай, в багажник полезай. Всё, запихнул его в багажник. За что, за что? Я ж честно служил народу. Ты там помалкивай, а? Слышь, не твоё дело. Так, всё, закрываем за ним багажник и быстро сматываемся отсюда. Сейчас же нам нужно думать, что мы будем делать с этим полицейским и куда его повезём. У меня уже есть парочка идей. И первая идея, это, разумеется, отвезти его в какую-нибудь мафию и попробовать им продать. Им наверняка нужны какие-нибудь сведения. Может быть, они попросят за него выкуп, потому что я за него выкуп точно просить не хочу. Мне гораздо проще его убить за то, что один из его друзей совершил. Да, вы можете сказать, это не тот полицейский, который забрал у тебя водительское удостоверение, но они все на одно лицо, уж поверьте мне. Так что я предлагаю выбрать какую-нибудь мафию, в которую мы сейчас поедем. Думаю, мы можем начать с LKN. Тут как раз нам двигаться по пути. Ну а вас я приглашаю играть на первом сервере Majestic RP. Если у вас есть GTA 5 лицензия, то вам достаточно скачать лаунчер по ссылочке в описании, зарегистрироваться здесь и начать свою игру. Обязательно вводите при регистрации мой промокод MrK, или же потом в чате прописывайте вот эту вот команду. При достижении третьего уровня вы получите 5 дней бесплатного вид доступа, который удваивает зарплату и удваивает опыт, а также 10 тысяч баксов. Причем промокод работает не только на первом сервере, но и на всех остальных. Слушайте, ну а пока мы едем к итальянской мафии, к LKN, я бы поговорил с этим копом, объяснился бы вообще причину своего поступка, он даже не понимает, что происходит. Коп, ты меня слышишь? Да, чего хочешь, дед. Ты вообще знаешь, за что я тебя там в багажник посадил, а? Нет, дед, я считаю, что ни за что, просто так. На самом деле неправильно. Я 40 лет вожу это такси, эту коломагу, чертово. А вчера, бувай, подонки, отобрали у меня вольтские права. Ну так, дед, ты нарушил, наверное, чего? Тебе пособия выплачивают наверняка большие. Ты, наверное, герой войны. Если я плохо вижу, это не значит, что я езжу не по своей полосе, я всегда езжу по левой полосе, как и прописано в правилах. Ну как, но если ты плохо видишь, то тебя вообще нельзя за руль допускать. Всё, молчи там, мы почти приехали. Я поворот пропустил. Слушайте, я даже боюсь, как мне разговаривать с итальянцами, это ведь итальянцы, и с ними нужно разговаривать на итальянском. И на итальянском я мало слов знаю. Ладно, давайте припаркую машинку тут и кого-нибудь поищем, потому что что-то никого я здесь не наблюдаю. Здравствуйте, а вы здесь работаете? Да, да. О, чао, чао. Каспищи, си? Я не понимаю, давайте на... Хаун продотто перче. Ладно, не разговаривайте по-тальянски. Я товар привёз вам. Где Джо? Я ищу Джо. Помогите, помогите, помогите. Заткнись. Господи, что это за голос? У меня товар, у меня товар в машине. Может быть, вы заинтересуетесь? У вас там... Вот, смотрите. Помогите мне, добрый гражданин, помогите. Нет, слушайте, мы таким не занимаемся, таким товаром. Может, вам в другую организацию обратиться. А кого посоветуете? Мне его сбагрить бы где-нибудь. Попробуйте к горячим мексиканцам подойти, они могут с этим помочь вам. Ага, мексиканц... А вы тоже не заинтересуетесь? Могу по дешмонке отдавать? Нет, спасибо, нам и такое неинтересно. Мы такими занимаемся. Нет, я жизнью рисковал. Соткнись ты. Отпусти. Ладно, извините, извините. Всего доброго, до свидания. Чао, чао. Блин, итальянцы не заинтересовались. Здесь только одного я встретил, к тому же. Надо сесть в другую организацию. Он посоветовал поехать к мексиканцам, но я не хочу возвращаться в город, знаете. Я видел, там проводится набор в байкеры. Давайте попробуем съездить туда. И байкеры всегда, знаете, такие агрессивные ребята. Жесткие, кровожадные. Поэтому они наверняка купят у меня этого полицейского. Ладно, надеюсь, байкеры есть на месте. Тачки вроде стоят, но мотоциклы. Главное, чтобы мне пулю в бошку не впустили, когда они увидят полицейского в моем багажнике. Так, ладно, давайте аккуратно припаркуемся. Извините, сэр. Помогите, помогите мне. Сэр. Помогите. Да, 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 да. У меня здесь к вам товар, я товар привез. Есть Джо на месте? Джо на месте. Джо на месте, блин. Корешан мой Джон. Ну, может быть, вы заинтересуетесь? Гляньте мой товар, пожалуйста. Ехал, блин, с ним из самого Сантоса. Не могу никак продать. Итальяшки не заинтересовались, падвы. Вот, может, вы заинтересуетесь? Нет, что мне с ним делать? Нет. Я не знаю, вам виднее, что с ним делать. Свежий совсем? Я не свежий, он все врет. Он врет. Попробуйте в опасный район его кинуть. Там люди любят таких, как упитанные. Блин, ладно. К Мексикашкам советовали отвезти. Но я думал, вы головорезы. Видимо, ошибся. Да не, мы обычные байкеры, пускатаемся. Ладно, прошу прощения. Нет, только не закрывай. Все байкеры головорезами были. Да, вынесите, пожалуйста, мусор отсюда. Да, сейчас сделаем. Блин, ты что за фигня? Во-первых, здесь тоже никого нет в этот раз. Хотя был набор в байкеры. Слушайте, ну остается, получается, только в Гетте увезти. Других вариантов я просто не вижу. Слушай, мужик. Ну все, кранты тебе. Никто тебя покупать не хочет, поэтому сейчас повезу тебя к Мексикашкам. Не надо, дед, я сам себя купить могу. Да? Да сколько? Дед, сколько хочешь дам. Хочу 50 кусков наликом. Дед, ну я же недавно устроился на работу. Пойди на скидочку. Что, ты что, кадет, что ли? Ну да. Блин, какого черта ты сразу сказал, что ты кадет? Меня генерал интересовал какой-нибудь. А я генерал армии был. Меня просто перевели. Реально? Ну все, тогда едем к Мексикашкам. За сотку тебе отдам им, как генерала армии. Меня за распитие спиртных перевели, представляешь? Я думал, генерал в армии главный, а тебя уволили получается. Так, я не понял. Это что здесь такое? Так, давайте-ка развернемся. Здесь, наверное, учения проводятся какие-то. Здравствуйте, сэр. Извиняюсь, я не хотел мешать вашим учениям. Я другой дорогой поеду. Стойте, сэр. Остановитесь, пожалуйста. Да. Можете прижаться к обочине, пожалуйста? Конечно, офицер, конечно. Так. Блин, ребят. Мне это не нравится. Сэр, выйдите из машины так, чтобы мы увидели ваши руки. Без резких движений, пожалуйста. Хорошо, офицер. Так, заглушим. Блин, мне это совсем не нравится. Да, можете руки, пожалуйста, на крышу положить. Руки на машину? А что я нарушил, сэр? Сэр, просто положите ваши руки, пожалуйста. Ладно, хорошо. Положил руки на капот. Отлично. Сейчас мы визуально осмотрим автомобиль. Ты что, и смотреть? Он ржавый весь. Блин, я кое-что забыл, ребят, сделать. Я забыл забрать рацию у этого копа. И он наверняка мог... Сэр, откройте капот, пожалуйста. Он наверняка мог уже все спалить. Что там под капотом смотреть? Вы 8 хотите найти, что ли, или что? Сэр, выполните, пожалуйста, законно требование. Ладно, хорошо. Он из машины открывается. Секундочку. Да, конечно. Блин, ребят, я не знаю. Они сейчас попросят сначала капот посмотреть, потом попросят багажник посмотреть. Ну что, нашли там что-то интересное? Сейчас, секунду, сэр. Нужно что-то думать. Ну, вроде как, что-то нормально. Главное, чтобы сейчас отпустили. А багажник нам откроете, сэр? А багажник вам зачем? Обычная проверка транспортного средства. Не более... Ладно, ладно. Блин, багажник просят открыть. У меня есть два варианта. Либо сейчас попытаться от них уехать. Здравствуйте. Так, все, их отвлекли. Там нет ничего интересного. Все, валим, 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 валим. Блин, черт побери. Так, во-первых, багажник закрываем, чтобы он не вывалился. И валим от него. Дед. Дед, не вступи, дед. Молчи, ты что, сдав меня, что ли, а? Рацию забыл тебя забрать, ты книда такая, а? Сиди там, помалкивай. Дед, как они меня не нашли, дед? Скажи им, чтобы они отпустили меня, и тогда ты будешь жить. Какого хрена? Полиция не пешит. Что здесь происходит-то, а? Господи, вы посмотрите, они дороги все перекрыли. Он точно меня сдал. Точно сдал по рации. Ты, 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 ты зачем сдал мне по рации, ответить, а? Лее, это уже безопасная зона. Слушай, давай решим свой вопрос как-нибудь, договоримся. Ты слышишь меня? Черт, побери. Он не хочет со мной разговаривать, он мне надо по рации докладывать, куда я еду, он точно по рации докладывает, куда я еду. Уйдите! Черт. Не стреляйте, не стреляйте по дедушке. Господи, да что это будет делать-то? Так, мне нужно что-то придумать. Мне нужно что-то придумать, куда мне ехать, потому что за мной две машины. Я так понимаю, что они плюс перекрыли некоторые улицы в городе, но в гетто они точно не стали бы перекрывать. Это же логично. В принципе, логично. Так. Я, блин, я не знаю, куда мне ехать. Давайте в порт. В порт. Куда-нибудь сюда. Или, блин, я зря останавливаюсь. Три, четыре, пять машин уже за мной. Мы еще перекрыли дорогу. Так, по железнодорожным путям объедем. Ты там живой, черт побери, а? Кнедас, да, у меня подонок такой. Может быть, его пристрелили через багажник, я без понятия. Здесь еще тачка. Ребята, это очень плохо. Очень плохо, но у меня есть вариант. У меня есть один, наверное, хороший вариант. Мы сейчас скинем его. Скинем в порту. Где-нибудь на пирсе каком-нибудь припаркуемся. Даже не припаркуемся, а просто выпрыгну из машины на ходу и скину его в воду. Главное, чтобы полиция от меня отстала и сейчас не увидела. Ну, блин, по-моему, пять машин едет. Как я их буду с хвоста скидывать? Я просто без понятия. Но, может быть, здесь мне повезет хотя бы. Так, давайте направо. Просто подъезжаем к любому пирсу и сразу скидываем его в воду. Хреновый за меня похититель. Я, блин, просто забыл забрать у него рацию. Если бы забрал у него рацию, он бы не передавал свои координаты. А вот пока я уехал из города, пока вернулся назад, он уже сообщил все обо мне. Так, полиция вроде меня потеряла здесь. Но я не знаю. Вот здесь, в принципе. Давайте его скинем и все. И все. Не хотелось бы расставаться с этой машинкой. Все-таки машина дедушки. 40 лет. Но покойся с миром, чертов коп. Правда, выныривать здесь я не хочу, потому что они наверняка будут сейчас прочесывать порт. И, возможно, они мониторят меня, мониторят машину, которая ушла богополучно на дно. Но давайте уплывем, наверное, куда-нибудь в сторону... Не знаю, что там есть. В сторону порта. Вот здесь какая-то зеленая меточка есть. И попробуем выплывать там. Вот, черт, они приехали все-таки. На другой пирс, правда, немного. Но прочесывают. Смотрите, прочесывают весь порт. Ездят туда-сюда. Ищут меня. Тогда мне здесь точно вылезать не стоит. Нужно уплывать. Нужно уплывать. И причем уплывать как можно быстрее. Они сначала будут прочесывать тот пирс, потом будут прочесывать этот пирс, а потом и в порт поедут. Вот они меня не отпустят, потому что я только что убил их полицейского, бывшего генерала армии, блин. Может показаться, что я уже сбежал от полиции, но есть одна большая проблема. Выезды из порта. Тут буквально три выезда. Раз, два и три. Все они могут быть перекрыты полицией. Поэтому либо надо вызвать такси и спрятаться в багажник такси, но они могут досмотреть это такси. Либо мы можем найти какого-нибудь попутчика, который нас прикроет. Опа, смотрите, здесь в порту вроде работа дальнобойщиков, как я понял. Вот этот вот зеленый маркер, который я видел. Может быть, кто-то из них меня сможет довезти. У них такие неплохие машинки. Извините, сэр. Господи, какой он страшный. Посмотрите на этого дьявола. Мистер дьявол, извините. Блин, этот не отвечает. Ну ладно, пока полиция сюда еще не приехала, подождем другую машину. Блин, стою, жду, но ни одна машина дальнобоя не едет сюда. Я не могу так долго ждать. Полиция может сюда приехать. Она, в принципе, может подумать, что я утонул и искать меня в больнице или еще где-то. Но я так не могу рисковать. Давайте, если сюда не едут дальнобойщики, вызовем тогда такси. Так, звоним в такси. Главное, чтобы таксист согласился довезти меня в багажнике. Это очень важно. Здравствуйте. Довольно. У меня к вам просьба будет. Можете меня в багажнике увезти подальше куда-нибудь в пустыню? Я 5 тысяч на вам плачу прямо сейчас. Поехали. Так, таксист согласился. Платим ему сразу 5 тысяч. Так, все. Главное, не попадайтесь на глаза полиции, пожалуйста. Так, залезаем. Все. Все, спасибо вам огромное. Главное, не попадайтесь на глаза полиции. Это важно. Меточку дадите. Он знает, там есть аэропорт в пустыне. Я не могу отсюда метку дать вам. Хорошо. До него приблизительно 2 метра в 10. Ничего, я потерплю. Ну что, остается только надеяться, что полиция... Много повидал в жизни, но такой клиент у меня первый раз. Это бывает всякое. Понимаете, полиция просто меня ищет и, возможно, перекрыла дороги, поэтому не хочется спрятаться здесь. Может, видели, там дороги были перекрыты? Нет, не попадались. Вот сколько ежу сегодня, наверное. Ну это хорошо, это хорошо на самом деле. Только вот у Баласов там перестрелка идет, а так все, в принципе. Что, остается только надеяться, что действительно полиция прекратила мои поиски, подумала, что я умер вместе с тем полицейским или заинтересовалась более другими делами, перестрелкой тех же самых Баласов. Но все равно увидим сейчас в пустыню и будем там уже скрываться от копов. Не совсем он меня туда привез, но да ладно. Главное, что подальше от города. Все, я здесь выйду. Откройте багажник, пожалуйста. Все, спасибо вам большое за признательность и за странную просьбу. Удачи на дорогах. Спасибо, пожалуйста. До свидания. Фух, ну что, ребят. Придется теперь скрываться этому деду от полиции, но ничего страшного. Спрячусь вот в этих камнях и буду ждать, когда все уляжется. Но если вы хотите увидеть продолжение истории с дедом в GTA 5 RP на Majestic RP, то ставьте лайки и пишите в комментариях давай продолжение с дедом. Также присоединяйтесь к игре обязательно. Ну и подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны. А у микрофона специально для вас был Мистер Кей. Всем хороших игр, хорошего настроения, удачи и пока. Субтитры сделал DimaTorzok